здравствуйте дорогие мои зрители ну заключительная часть моего пуфика кстати вот этот декор который я показывал в прошлом видео отлично смотрится вообще такая красота ну и так значит остается сделать крышку крышку для пуфика которая будет сверху открываться закрываться что нам понадобится материя или кожи это уже по желанию как хотите мебельный степлер скобы клей тот же полимерный какая-нибудь типа вот такого вот пуговичка с веревочкой потом я ее обкину тканью и покажу куда я не ставлю проволочка соответственно сама крышка сам каркас тут я уже крутила сама как могла муж вышел на работу после дорогу долгого простое и работает без выходных каркас скручен из того что было под рукой и обязательно внутри должна быть просвещена дырочка точно посередине по центру крышки и так что я буду делать ножницы нам еще понадобится нам нужно будет какая-нибудь подложка старая детская допустим одеялко какой-то старая покрывала ненужные вот у меня покрывается детская покрывается как видите вот дочь уже постаралась тут чтобы порезала управилась ну вот сюда я его и приспособлю сейчас мы первым слоем наложим вот эту подложку вот таким образом я ее положу на бок и приступлю пока со всех четырех сторон так двумя скобами одной стороны здесь сейчас приблизительно отрезу делаем натяжку степлерин с другой стороны ну и соответственно с этих сторон тоже натягиваем в разные стороны и степлеем ну вот таким вот образом неважно что здесь неровный край ничего страшного вот таким образом сделали натяжку теперь нам понадобится паровон цельного куска у меня не нашлось поэтому я буду собирать если у вас также не найдется целого кусочка можно собрать его из кусочков но главное чтобы самый большой кусок лежал строго по центру все мы делаем мы делаем вот такое дело клеем полимерным прям не боясь намазываем и ложим поролон я начну с краю с кусков таким образом теперь я положу большой лист таким образом я когда-то на мебельном работала сейчас вот вспоминаю думаю что вспомню и вот очень заклеиваем все и поролон вот таким образом вот в этом месте вот так его прижимаем и прибиваем должен буквально друг в двух трех местах и он будет держаться вот и сейчас заклею весь периметр и простреляю поролон тоже вот таким образом получается паралончик сделан вот видите он прострелен вот вот в этих местах так теперь я опять положу свое покрывало теперь я опять буду натягивать слой покрывала но уже я его буду загибать немножечко вот сюда захватывать вот сюда если я первый слой вот так просто здесь сложила до сбоку прибивала то теперь я буду загибать вот сюда как мы это начнем начнем мы очень просто сначала с одной стороны потом с другой вот так с четырех сторон а потом уже натягивать и простреливать как положено как это делается отбили крови и начинаем я понимаю что громко в эту начинаем середины потом тянем в одну сторону теперь в другую кино и простреливаем пока не совсем часто потому что это не основная натяжка теперь я беру противоположной стороны все конечно назывательно бы отрезать приблизительно это дело вот таким образом я начинаю тянуть отсюда и и стрелять здесь подтягиваю снизу потихоньку стреляем углы сразу не застреливаю потому что их приходится заворачивать но это я вам покажу уже на основной ткани как сделать углы и вот таким образом потом я с этой стороны буду и с этой опять же натягивая наш поролон скроется и все вот эти вот кусочки собьются воедино вот такая вот уже красота получается но мягенький приятный теперь мы можем ткань либо кожу как хотите что вам нравится начинаем уже тянуть ткань основную но теперь я буду тянуть ее вот вровень вот с этими дощечками и стрелять по ним в общем принцип тот же самый что и здесь единственное я дойду углы покажу как завернуть углы красиво и замечательно вот так я простреляла три угла уже завернула 4 сейчас вам покажу уже как красиво правда и так как мы делаем угол видно вот это все осталось у нас середину тянем его здесь фиксируем таким образом теперь вот этот уголок я вырезаю и начинаю заправлять здесь можно ножницами ножиком себе помочь чем угодно и хорошо вот так вот таким образом я его заправляю одну сторону и вторую сторону чтобы это все ровно красиво выглядело то есть у нас уголок вот заворачивается вот таким образом очень красиво получается аккуратно смотрится вот такой уголок получается можно конечно на машинке застрочить как угодно можно сделать так и вот теперь зачем же мне нужно было пуговица и дырочка в середине каркаса сейчас объясню сейчас пуговицу я обошью основным материалом ну думаю как пуговицы обшивать все знают да и так значит пуговичку я обшила на пуговичку привязала ленточку можно какую-нибудь капроновую нить главное чтобы она не рвалась и вот в это отверстие которое посередине я протыкаю сквозь все что у нас есть все слои проволочку и вывожу наружу где на не видно и да вот она теперь я цепляю тут крючочек на про я цепляю вот таким образом . и буду вытягивать назад то есть мне концы нужно пуговицы вытянуть наизнанку нам туда очень аккуратно чтобы не повредить основную обшивку в общем сейчас просуну назад ну вот просунула что получилось здесь пуговичка вот она на здесь ленточки торчат которыми была привязана пуговичка теперь что я делаю я просто беру и натягиваю это даст нам дополнительную натяжку тут уже как хотите я натяну сильно я хорошо натягиваю и вот здесь закрепляю степлером чтобы она никуда не делась вот таким образом но закрепляю как один раз стрельнула потом повернула и на уже не порвется от времени никуда не денется теперь я вот здесь зафиксирую и вот здесь таким образом сиденье почти готово осталось закрыть вот этот страх просто тем же материалом можно конечно другим я внутри еще буду пуфик отбивать матерей ну то я уже показывать не буду там ничего нет хитрого а здесь я вот таким образом закрою просто вот так положу квадрат вот здесь буду немножечко заворачивать сам материал буду как шовчик делать и степлере по самому краю чтобы было очень аккуратненько и красиво немножечко делать натяжку ну вот и все красота готова я все правда внутри обошью крышку осталось еще прилепить на навесики маленькие мебельные и внутри я еще обошью стенки тканью стенки и опущу их на дно ну короче сделаю красиво ну навесики уже я думаю муж сам прикрутит такая красота получилась слушайте вот это первый мой сундучок мне казался он тогда таким красивым мама дорогая первую я сплела конфетницу и потом вот вот это второй был вот что-то типа сундучка гляньте какой ужас а гляньте какой страх мама дорогая но я тогда так гордилась что я его сплела он весь кривой косой ой боже мой ну ничего кстати покрашен был мари морилками по моему лиственница у меня была и махагон я купила туда такие дела готов мой пуфик пришла мне посылка девчонки буду делать даже не знаю что я буду делать ну короче это будет связано с трубочками с пластиковой конвой я прям сама не знаю что у меня получится что-то получится все всем пока до новых видео